В Казанском федеральном университете прошли курсы повышения квалификации для проректоров по научной работе Республики Узбекистан. В Казанском университете состоялся Геофест-2022. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саяхова. В рамках ежегодного фестиваля Пушкинфест у здания Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню русского языка. Праздник традиционно проводится в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. За минувшую неделю участники фестиваля смогли посетить выставки, лекции и литературные вечера, посвященные поэту. На заключительном мероприятии жители и гости города возложили цветы к монументу писателя. Мы изучаем в школе географию, путешествуем по миру, интересуемся климатическими изменениями. Но достаточно ли мы знаем о земле? В Казанском федеральном университете проходит научно-популярный проект «Геофест». Мероприятие посвящено экологии, природопользованию, географии и окружающему нас миру. Посетители мероприятия смогли прослушать лекции от ученых, преподавателей вуза и специалистов русского географического общества. Участвовать в полезных мастер-классах, интерактивах и викторинах, а также ознакомиться с Институтом геологии и всегазовых технологий Казанского федерального университета. Геофест проходил во втором высотном здании университета, занимая два этажа и территорию перед учреждением. Мероприятие традиционно началось с торжественных речепредставителей научной сферы Республики Татарстан и руководства Казанского университета. Сегодня вы немножечко больше узнаете о том, что маленький планет, о том, что земля, которая сегодня населяется вами, и мы очень надеемся, что вы ее не будете портить. Геофест разворачивался одновременно на нескольких площадках. В мраморном зале гости могли поучаствовать в интерактиве на экологической ширме, мастер-классе по геоинформационной системе, разгадать геодезический кроссворд, посмотреть на нефть под микроскопом и сравнить фотографии, сделанные с помощью спутника и коптера. На втором же этаже разместились фотовыставка «Самая красивая страна» и интерактив по изучению излучения от мобильного телефона. Сегодня здесь участвует большая группа геологов, камни, минералы, окаменелость разнообразная. Это и туристы, и там рядом с туристами наши ребята показывают, как строить палатку, как разжечь костер, как приготовить быстро еду, как защититься от всяких диких животных. Вот это все можно узнать сегодня. Также в целях информирования и ознакомления с наукой о земле посетителям было предложено прослушать лекции от ведущих специалистов в области естественных наук. Эксперты рассказали о пространственных преобразованиях городов, показали снимки с орбит, поведали об особенностях работы геоинформационных систем, рассказали об уникальных находках прошлого и современных географических исследованиях. В перерывах была проведена игра, которая состояла из пяти этапов. Все они были ориентированы на ознакомление с Республикой Татарстан. Также участникам форума показали космические снимки планеты, рассказали, что именно с помощью дистанционного зондирования мы можем посмотреть, как выглядят планеты, спутники и рассмотреть мелкие детали в космосе. На данный момент это очень востребованная сфера, которую интересуют многих абитуриентов. Современный мир полностью информатизированный, глобальный мир. И, конечно, мы должны понимать, как такие глобальные системы, как геоинформационные системы в частности, на нас воздействуют, и какую пользу мы должны из них или можем из них извлечь. Задача моей лекции была показать аудитории, насколько геоинформационные системы вообще применяются широко в нашей жизни, и как мы сейчас от них зависим. Геофест разворачивался и вне учебного здания. На площадке перед вторым высотным корпусом КФУ прошли мастер-классы по вязанию узлов, определению минералов и интерактив полевая геологическая стоянка. Геофест в первую очередь ориентирован на школьников и молодежь, будущих и нынешних абитуриентов, которые только определяются с выбором профессии. Наша школа является базовой площадкой Казанского федерального университета по изучению геологии. Мы участвуем в различных олимпиадах, в Республиканской полевой олимпиаде, в Российской олимпиаде, ходим в экспедиции. У нас на базе нашей школы есть свой клуб «Наутилус». Мы, будущие геологи, скорее всего, собираемся поступать в Казанский федеральный университет. Площадки научно-популярного проекта Геофест работали до позднего вечера. Это и позволило каждому желающему поучаствовать во всех мероприятиях. В Казанском федеральном университете прошли курсы повышения квалификации для проректоров по научной работе и инновациям Республики Узбекистан. Все подробности смотрите далее. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан направило проректоров по научной работе и инновациям на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет. В стажировке, которая проходит два потока, примут участие 28 проректоров высших учебных заведений Узбекистана. Казанский университет поделился опытом в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Сегодня в условиях технологической турбулентности только университетская наука, только университетская среда может давать и решения, может давать и команды для реализации этих решений и вывода их на рынок. Поэтому то, что мы делаем, во-первых, с одной стороны мы передаем свои опыты, а с другой стороны мы получаем обратную связь от наших коллег из Узбекистана и тоже учимся, потому что проблемы России и проблемы Узбекистана во многом схожи в развитии инновационной деятельности. Поэтому обсуждая с ними, рассуждая, делясь нашим опытом, в том числе мы учимся и сами. Обучение первого потока началось 25 мая и продлится до 7 июня. Следом за этим 9 июня в Казань приедет и вторая группа представителей вузов Узбекистана. Очень был плодотворный стажировка. Мы узнали о способах коммертизации научных проектов, методике их, способах этих идей, стартап-проектов, как надо создавать, как надо планировать эти проекты. Что я заметил, КФУ действительно очень топовый университет. Если честно, я не ожидал. Напомним, КФУ сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Основной формой взаимодействия является реализация совместных образовательных программ. В Казанском университете высшее образование получает свыше 200 тысяч граждан этой среднеазиатской страны. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Научно-клинический центр Казанского университета имеет множество отделений и всегда готов помочь своим пациентам. Об одном из тяжелых случаев рассказала наш корреспондент Алина Красильникова. Знакомьтесь, это Карина. Ей 21 год. Но несмотря на столь молодой возраст, она страдает от ряда заболеваний еще с подросткового периода. Главное беспокойство Кариной – это проблемы с сердцем, легкими и изменения уже имеющихся родинок. По словам пациентки, она долгие годы отдала профессиональному занятию спортом, вследствие чего тяжелые нагрузки, постоянное напряжение привели девушку к таким трудностям. Для того, чтобы разобраться со своими проблемами, она решила обратиться в научно-клинический центр Казанского федерального университета. Ведущие специалисты сформировали индивидуальную программу реабилитации, в которую вошли самые современные методики и оборудование. Среди них оказались электрокардиография, определяющая конкретное место патологических процессов, спирометрия, позволяющая оценить функцию внешнего дыхания, и уникальная программа диагностики рака кожи и меланомы на аппарате PhotoFinder. Я побывала в научно-клиническом центре Казанского федерального университета, и мне было представлено, предложено провести ряд диагностик, связанных с моим изоболеванием. Первым на очереди, конечно же, это было ЭКГ, это больше всего меня мучило. Я выяснила, что у меня тахикардия, аритмия. Мы, конечно же, вместе с врачом совместно выполнили курс, назначили мне определенное лечение. Дальше я буду принимать указанные условия. В общем-то, дальше по плану ФВД мне проверяли легкие. Я, к сожалению, заболела коронавирусом, как и многие жители мира, после чего у меня начались осложнения. Мне проверили, и слава богу, к моему большому счастью, все прекрасно, все отлично, все в норме. И дальше, конечно же, мои родинки, их увеличение, их возникновение в необъятно большом количестве. Такой интересный аппарат мне был предложен, это называется PhotoFinder, насколько я помню. Мне провели полноценную диагностику и выяснили, что это не злокачественные опухоли, и ничего подобного даже не планируется, слава богу. Пожелаем Карине удачи и напомним, что научно-клинический центр Казанского федерального университета имеет множество отделений и всегда готов помочь своим пациентам. Также в центре разработаны специальные программы проведения скрининга для спортсменов до и после спортивных мероприятий. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. 6 мая в Минске открылся 28-й международный специализированный форум ТИБО-2022. В этом году крупнейшее в Союзной Республике событие собрало более 80 площадок в области информационно-коммуникационных технологий и промышленности со всей Белоруссии и России. Одним из представителей от России стал Казанский федеральный университет. Представители Института вычислительной математики и информационных технологий представили посетителям информацию об институтах Казанского федерального университета и представили некоторые разработки, выполненные в Институте вычислительной математики и информационных технологий. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!